Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте! И вот о чем мы расскажем в ближайшие полчаса. В Сочи завершились лучшие военные игры. Такую оценку дали сами организаторы и участники всемирных соревнований. В Сочи назвали примером развития внутреннего туризма. Возможные барьеры представители курортов обсудили с руководителем Ростуризма. Кто лучше пел, а у кого лучше строевая. В Сочи подвели итоги военно-патриотического месячника. Будущих звезд выбирают в Сочи стартовало открытое первенство края по фигурному катанию. Всемирные военные игры в Сочи завершились. Накануне состоялась торжественная церемония их закрытия. Состязания собрали в Олимпийской столице более тысячи спортсменов из 26 стран. По количеству медалей лидер – Россия. Третьи зимние всемирные военные игры в Сочи признаны лучшими за всю историю их проведения. Спортивная программа, состоящая из семи видов спорта, проходила в горном и прибрежном кластерах. Мероприятие по стиле свыше 96 тысяч зрителей. Вход на все соревнования был свободным. Выступая на церемонии закрытия, президент Международного совета военного спорта «СИЗМ» Абдул-Хаким Альшина отметил отличную организацию мероприятия и высокие достижения российской сборной. Я рад поздравить все команды с победами, а Россию с двумя важными достижениями. Российские спортсмены одержали победу на этих зимних соревнованиях в Сочи. И второе достижение – блестящая организация самих всемирных военных игр. Удалось все, начиная с подготовки самого Сочи и его объектов, заканчивая горящими глазами спортсменов, зрителей и великолепной поддержкой мероприятия в СМИ. В ходе игр разыграли 44 комплекта наград в личных и командных соревнованиях. Наша команда завоевала 42 награды, из них 22 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых медалей. На втором месте в общем зачете Италия третья забрала команда Франции. Мы доказали, что можем честно бороться и уважать друг друга. Главный результат игр заключается в том, что мы стали значительно ближе друг к другу. Соревнования в Сочи – важный шаг в укреплении мира на нашей планете. Торжественная церемония закрытия игр началась с награждения победителей последнего соревновательного дня – патрульной гонки по биатлону. Затем прошла передача «Знамени Сизм» делегации из Германии. Эта страна примет следующие зимние всемирные военные игры. Поздравляю всех спортсменов и надеюсь, конечно, что мы встречаемся через 4 года у нас в Германии. Огонь игр в чаши погас, сильнейшие определены, а Сочи еще раз показал свое гостеприимство и отличную организацию мероприятий самого высокого уровня. В Сочи сегодня завершается российский инвестиционный форум. Систему льгот нужно больше применять к местным инвесторам, заявил сегодня Вениамин Кондратьев. Глава региона осмотрел экспозицию Краснодарского края и оценил инвест-потенциал муниципалитетов. На Сочинский форум руководители районов привезли самые приоритетные проекты. В основном это развитие сельского хозяйства, туризма и строительства промышленных предприятий. Причем ставку в этом году делают на местных инвесторов. Мы привезли 5 инвест-проектов и 5 площадок. Один из них инвест-проект по строительству фермы КРС. Каждый житель района может быть потенциальным инвестором. Каждый, обычное физическое лицо, это тоже инвестор. К нему нужно тоже систему льгот применять. Это сложно, это большой процесс, но он будет давать свой эффект. Напомню, всего в инвест-портфеле Края порядка 500 проектов. Меньше проектов, больше выхлопа. По такому принципу Краснодарский край отбирал инвестиционные предложения на Сочинский форум. На деловой площадке регион заключил соглашения, которые напрямую коснутся жителей Кубани. Социальная ответственность бизнеса – тренд, которому сейчас стремятся в Краснодарском крае. Причем не только власти, но и сами предприниматели. Пример того – подписанные соглашения главой региона Вениамином Кондратьевым и владельцем торговой сети «Магнит» Сергеем Галицким. В рамках проекта в гипермаркетах крупнейшего в России ритейлера откроют многофункциональные центры. Вроде бы неожиданное решение. Но где торговля продуктами и где оказание госуслуг населению? Но расчет весьма тонкий. На самом деле магазины у дома любимы отчасти нашими жителями. Они привычны. Наличие там еще и многофункционального центра делает максимально комфортное пребывание и взаимодействие с властью в части предоставления уступов всех жителей, которые вокруг этого магазина у дома живут. Сегодня жизнь диктует новый уровень коммуникации, новый уровень взаимоотношений между жителями края и самой властью, и муниципальным образованием. Наметили достаточно большое количество объектов, где мы это уже будем размещать. То есть еще до подписания, как бы мы прорабатывали совместно эти вопросы. И я думаю, что это точно получится. Я уверен, что для нас там даже почетно, что мы чем-то можем помочь краю, правильную инфраструктуру выстраивать дальше. И поэтому я думаю, что я сам лично буду под контролем держать этот процесс, чтобы он шел без сбоев. Конечно, на инвестиционном форуме в Сочи не обошлось и без подписаний в традиционные для Кубани отрасли сельского хозяйства. Потенциал в агропромышленном комплексе и финансовый климат всего региона высоко оценил председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков. Мы точно в регион будем еще и еще укладывать. Больше того, учитывая, что мы все-таки специализируемся в регионе на развитии аграрного сектора, мы хотели бы использовать и те институты научно-исследовательские, которые есть, потому что без развития действительно новых технологий двигаться дальше тяжело. Особенно, если случится снятие санкций, то будет выигрывать только тот, кто имеет наиболее низкую себестоимость и наиболее передовые технологии. АФК «Система» очень важный и необходимый партнер, потому что АФК «Система» заботится не только о собственной прибыли, она заботится о плодородии и почвах, о земельных ресурсах, которые сегодня находятся у вас и в аренде, и в собственности. Вы заботитесь о чистом воздухе, о воде. Это очень важно, потому что и моя политика в целом крае максимально поддерживает тех сельхозтоваропроизводителей, которые в первую очередь понимают, что вот эта вот земля, которая сегодня дает большие урожаи, должна давать урожаи и последующим поколениям. Сейчас компания занимается созданием логистического транспортного центра в Сочи. В планах вкладываться не только в сельское хозяйство, но и в другие отрасли. Тем более на Кубани есть что предложить. В регионе взяли курс на зеленую экономику, концептуально новую стратегию развития, когда экономический рост связан с сохранением окружающей природы и ее ресурсов. На форуме в Сочи 15 таких проектов. Их показали председателю правительства Дмитрию Медведеву. Это и развитие альтернативной энергетики, мусоропереработка и даже производство электромобилей, строительство заправок для них. Подзарядка, обещает автор Идеи, много времени не займет. 30 минут 80 процентов. 30 минут. Надо быстро. Это какие-то новые технологии используются? Новые технологии. И завод именно будет здесь в праве? У нас, да. Создание. Уже понятно, где делались инвесторы. Естественно. Надеемся, что в этом году уже запустим. Стоимость проекта почти полтора миллиарда рублей. Разработчики посчитали, окупится он в течение пяти лет. И возможно, именно Краснодарский край станет площадкой для внедрения технологии будущего. Александр Иванченко, Мария Крошная, Денис Перец, Денис Маскаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Сочи. Ну а Краевая столица на инвестфоруме в Сочи сегодня подписала несколько соглашений. Мэр Краснодара Евгений Первышев сегодня своей подписью закрепил намерение о взаимодействии в сфере инвестиций сразу с несколькими компаниями. Согласно подписанным документам, в ближайшие годы в Краевой столице будут построены жилые дома на улицах Школьная и Росинского, а также коттеджный поселок Австрия. В эти проекты инвесторы вложат больше полутора миллиардов рублей. Кроме того, в Краснодаре построят фабрику мороженого. Цена проекта – 500 миллионов. Планируется, что фабрика будет выпускать порядка 40 тонн этого десерта в сутки. Также соглашение на инвестфоруме сегодня подписал мэр Армавира Андрей Харченко. Согласно подписанному документу, в городе будет построен комплекс жилых домов. У нас это была проблемная территория, на территории муниципалитета, территория бывшего банкротного предприятия, которое прошло предприятие, все процедуры конкурсные, предусмотренные законодательством. Все процедуры проведены, появился новый собственник. И сегодня новый собственник, будем говорить, территорию приведет порядок на тех инженерных сетях, на тех мощностях, которые есть на этой территории. Ну, соответственно, у нас район очень перспективный для дальнейшего развития. Проект планируют реализовать в ближайшие три года. Лидеров финансового рынка края отметили на сочинском форуме. Победители конкурса наградили Вениамин Кондратьев и Владимир Бикетов. Сегодня на Кубани почти полторы тысячи банков. И, как отметил глава региона, власть сегодня заинтересована в том, чтобы эта система развивалась максимально эффективно. Мы все время говорим о стабильности банков, их доступности, но я бы здесь хотел сказать еще и о индивидуальном подходе банка к каждому клиенту, о доступности кредита как предпринимателям, так и просто физическим лицам, о многообразии финансовых инструментов, которые тоже должны присутствовать в нашем крае и максимально способствовать росту экономики. Я хочу вас благодарить за то, что сегодня, отчасти, о пленном масштабе мы это имеем. Подводя итоги по нескольким номинациям, мы видим, что успешно работают сегодня наши банки, но есть номинации, на которых не смогли подвести итоги, не смогли заявить себя. Я надеюсь, что к следующему разу у нас таких пробелов уже не будет. Конкурс на лучшие финансовые организации проводится с 2011 года. Его главная цель – повысить социальную ответственность банков. Ну и сегодня в рамках российского инвестиционного форума руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов обсудил с коллегами потенциал и барьеры внутреннего туризма. Успешным примером развития стал город Сочи. Туристская отрасль в стране работает в высшей степени эффективно, подчеркнул руководитель Ростуризма Олег Сафонов. Хорошим показателем развития индустрии является и большое количество туроператоров. Быстрыми темпами растет внутренний туризм, не отстает и въездной. А значит, что в регионах развивается инфраструктура и повышается качество обслуживания. И еще один важный факт – механизм защиты прав потребителей значительно усилен. Туроператоры выездного туризма, а их в стране 614, создали персональные многомиллионные фонды, чего не было ранее. Большие планы у Ростуризма и на этот год. В стране ожидается масса событийных мероприятий, к слову, большинство из которых пройдет в Сочи. Благодаря крупным массовым мероприятиям курорт дополнительно привлекает до полутора миллионов туристов в год, что также способствует развитию въездного туризма. Также на туристском рынке планируют повышать конкуренцию. Для нас является самым главным, самым основным и, собственно, ту задачу, которую мы реализуем – создать условия для очень качественного, недорогого отдыха наших граждан либо внутри нашей страны, либо за рубежом, с тем, чтобы граждане могли высококачественно отдохнуть, чтобы не было никаких, не дай бог, неприятных потрясений. И мы считаем, что с этой точки зрения наша туристская индустрия абсолютно готова, созданы для этого все механизмы, эти механизмы, более того, усилены, существуют фонды. И, собственно, это позволит нам говорить о том, что высокий туристский сезон 2017 года будет абсолютно успешным, в чем я хочу выразить свою уверенность. Успешным сезон ожидается и непосредственно в Сочи. Сегодня внутренний туризм на курорте стабилен как никогда и имеет бизнес-перспективы. Власти Сочи ведут постоянную работу по увеличению туристического потока, в том числе иностранного. География авиарейсов в Сочи расширилась. Реализована программа чартерных поездов. Выездные презентации Олимпийской столицы в городах страны продолжаются. Но есть у специалистов и опасения. Мы обеспокоены ростом цен, который происходит на других курортах. Мы пришли к такому мнению вместе с руководителями здравления, что цены нельзя поднимать. Рядом находится Турция, Египет. Они снижают цены, они оплачивают бартак. Очень серьезная сейчас проблема связана с тем, чтобы удержать потенциал, чтобы цены не повышались, чтобы качество улучшилось. И мы всем этим сейчас занимаемся. Для защиты общих интересов в развитии санаторно-курортного и туристского комплекса на федеральном уровне буквально на днях по инициативе администрации города Сочи создана Ассоциация курортных городов, задача которой – повышать конкурентоспособность отечественного турпродукта. Ну а цель – убедиться отечественников в том, что отдых в России не хуже, а во многом даже интереснее и качественнее, чем за рубежом. О межрегиональном сотрудничестве сегодня говорили в ходе круглого стола на российском экономическом форуме. Южный полюс роста – рынок глобальных возможностей. Так звучала тема встречи. Она собрала руководителей регионов и бизнесменов Южного федерального округа. Одним из основных спикеров встречи стал вице-губернатор края Игорь Галась. В ходе диалога было отмечено, что Краснодарский край наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Татарстаном, Свердловской областью и Красноярским краем формирует ключевой вклад в развитие экономики страны. Но возможностей для дальнейшего роста еще предостаточно. В частности, необходимо налаживать взаимодействие между регионами ЮФО. Безусловно, что сейчас субъекты находятся в острой конкурентной борьбе из-за инвестиций, из-за человеческий капитал. Но, как кажется, есть те проекты, в которых мы могли бы стать партнерами, и это партнерство было бы взаимовыгодно. Здесь можно говорить о развитии, допустим, Азовского побережья, где есть и Краснодар, и Ростовская область. Безусловно, это развитие курортное, совместное с Крымом. Примером, отметили участники, может стать Золотое кольцо России. Но на юге страны возможно создание единого агропромышленного кластера. Ну и к другим новостям. В Сочи подведены итоги месячника военно-патриотической работы. В нем активно принимали участие школьники, состоялись встречи с ветеранами Великой Отечественной и воинами-афганцами, набирает популярность движение Юнармия. А у Зимнего театра прошел финал городского смотра конкурса «Строя и песни». «Святое дело – Родине служить». Под таким девизом завершился месячник оборонно-массовой военно-патриотической работы. Сегодня демонстрировали свою строевую подготовку победители районных смотров конкурсов. Это команды школы гимназии 5, 6, 15, 18, 27, 29, 75, 87, 95 лицея и колледжа СГУ. По оценке профессионального жюри лучшими в городском финале в младшей возрастной группе 5 и 8 классы стала команда 27 школы. А в старшей возрастной группе в финале городского смотра конкурса «Строю и песни» победили учащиеся 15-й гимназии. Сегодня на театральной площади их строевой подготовки не было равных. Но все они в один голос говорят – это победа нашего преподавателя Ильи Петровича Иванова. Мне кажется, все заслуги только ему, потому что именно он довел нас до такого порядка и такой слаженной работы. Уже в Зимнем театре заместитель главы города Ирина Романец поблагодарила всех ветеранов, преподавателей, школьников за бережные отношения к истории и традициям своей страны. И на всем протяжении глубинной истории нашего Отечества всегда находятся достойные сыны и дочери нашей земли, которые защищают рубежи нашей Родины. Это в том числе и сидящие в нашем зале ветераны и участники боевых действий. Давайте поприветствуем их аплодисменты. В числе награжденных за военно-патриотическую работу вот уже второй год подряд – наша телекомпания «ФКТ». Мы получили диплом за лучшее освещение мероприятий. Елена Всецина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». 2 марта депутат Государственной Думы по Сочинскому одномандатному округу номер 50 Константин Затулин проведет прием граждан. Он состоится с 12 до 17 часов в администрации Адлерского района. Запись по телефону 8-918-918-58-15. И продолжаем. 1 марта на площади Флага пройдет выставка пожарно-спасательной техники. Таким образом, отметить свой день рождения Южно-региональный поисково-спасательный отряд МЧС России. Подразделению исполняется 22 года. С 11 до 16 часов на площади Флага у мэрии пройдет выставка пожарно-спасательной техники. Будут представлены аварийно-спасательные машины, реанимобиль, моторная лодка, стрингер, водолазное оборудование и квадроциклы. Также запланированы показательные занятия и беседы с жителями на тему профессия спасатель. Кинологи проведут тренировку и продемонстрируют навыки своих питомцев. Медики спасотряда на специальном роботе-тренажере Гоша покажут порядок оказания первой медпомощи и проведения сердечно-легочной реанимации. Кроме того, с 13.30 до 14.00 там же на площади Флага состоится праздничный концерт. В 80-летний юбилей отметил полковник пограничной службы Владимир Щербаков. Его родные коллеги по службе организовали для него настоящий праздник. Ну а мы поинтересовались, где ветеран начинал свой офицерский путь. В свой юбилей Владимир Александрович Щербаков в окружении взрослых детей и внуков. Два сына, тоже, кстати, офицеры, два внука и две внучки. По ресторанам признается юбиляр, он не любитель ходить. Но вот родственники, друзья, настояли для всех это настоящий праздник. Дед в семье – большой авторитет. Я рад, что такие сыновей выросли. Невестки хорошие у меня. Сыновья пошли по моим стопам. Один полковник, другой подполковник. В 1956 году Владимир Щербаков начал службу в армии. После окончания десятилетки сельской школы. Попал в пограничные войска, да так впечатлился, что решил поступать в Алма-Атинское пограничное училище. Закончив его, получил распределение на дальнюю заставу в Средней Азии, где не было ни света, ни воды, только привозная. Затем была военно-политическая академия. Опять сложные участки государственной границы. И так 25 лет. За хорошую службу Щербакову перевели в приграничный город Сочи. И здесь 14 лет в должности начальника погранотряда. За эти годы ни одного ЧП. Об этом говорили все, кто пришел поздравить юбиляра. Владимира Александровича можно сказать очень много. Вы слышали, что я говорил, есть его боевой путь. Вот по миру до Алтая и до Сочи. Это говорит о том, что человек всегда не искал никогда спокойных мест. Он находился там, где он нужен был для своей Родины. В адрес Владимира Александровича пришло много поздравлений. Отовсюду, где он служил. Некоторые из них были зачитаны тут же на праздники. Ну а самые важные и приятные поздравления, конечно же, от внуков, в воспитании которых он принимает активное участие. Финалом праздника стал вот такой пограничный торт. В рамках российского инвестиционного форума на базе федерального центра «Югспорт» состоялось первенство Краснодарского края по фигурному катанию. Сначала на лед вышли самые маленькие. Сегодня ледовое поле в распоряжении шестилетних. Они отнюдь не вчера встали на лед, умеют не только держаться на коньках, но и делать различные элементы. Требования сегодняшних соревнований для них – выполнить четыре элемента. Два различных одинарных прыжка, одно вращение и перекидной прыжок. Уже даже по маленьким видно, если человек скользит, чувствует лед, чувствует прыгать умеет. Ну, конечно, видно сразу, что будет. Из него что-то получится. Вот буквально вчера мы приехали, выступали на зоне, на зоне, южной зоне, в Пскове. Так вот наши ребята там заняли первое место. Обыграли Ростов, Волгоград. Маленькая звездочка Соченко Полина Косых впечатлила всех не только своим ярким костюмом, но и танцевальным сюжетом. Настолько легко и задорно и уверенно она выполняла заявленную программу. На коньких стала в четыре года, а через два уже участница первенства Краснодарского края по фигурному катанию. За ее выступлением серьезно наблюдал тренер, но опасения были напрасны. Ученица не подвела. Она показала все, на что способна, и даже больше. Мне кажется, она сделала больше, чем на тренировке, потому что она улыбалась. Мне кажется, ей понравилось выступать. Фигурное катание я люблю, потому что там выступают. В этом возрасте закладывается вся основная база, говорят специалисты фигурного катания. Болельщиков, конечно, в центре мало, но те, что есть и числа родственников, стараются поддержать начинающих фигуристок. Прямо на лед бросают подарки. Меня зовут Василиса Романченко. Игрушку мне подарила моя мама. И лет мне шесть. Соревнования пройдут во всех возрастных группах и так в течение трех дней. Участвует более 150 юных спортсменов в год. В Сочи подобных турниров проходит свыше 15. Таким образом, формируется сборная команда Краснодарского края по фигурному катанию. Елена Авсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. Ну и в завершении выпуска информация от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошив, штор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.